Девушки отдыхают Девушки отдыхают Малик признался, что не воспринимает африкана как женщин, а влюбляется в девушек с европейской внешностью. Обещает хранить верность будущей супруге. Не хочет наследника, мечтает о двух дочерях. У меня вопрос к профессиональному астрологу. Что ты думаешь, Василиса Малике? Ну, во-первых, скажу, что в преддверии 2012 года, который год черного водяного дракона, мы организовали программу с участием Синбада-морехода такого в лице Малика. Почему Синбад-мореход? Потому что дракон покровитель путешественников, азартных людей, которые смело осваивают новые пространства. Но поскольку уж он черный и водяной дракон, то покровитель и мореходов тоже. Вот Малик похож на такого смелого азартного героя, как Синбад-мореход. Да, здорово, наверное, путешествовать с таким предводителем. Он не настолько смел, но как отстраненный наблюдатель очень любит осваивать новые. Поэтому неудивительно, что добрался до России. И в любви он такой же отстраненный наблюдатель. Очень любит женщин непривычного для себя типажа, непривычного от рождения. Поэтому я не удивлена, что хотел бы жениться на женщине европейской внешности. Но вопрос, насколько верен в любви, для меня остается, когда я смотрю в гороскоп. Думаю, что наши невесты могут быть в опасности, если выйдут за него замуж. Я думаю, он не просто смел, а он отчаянно смел. Уехать из страны, не зная языка, добраться до Москвы, остаться здесь, работать, выучить язык. Тут что-то твои звезды. Или ты неправильно интерпретируешь? Нет, я думаю, что это вынужденные обстоятельства. Иногда они заставляют человека быть с ним. А иногда обстоятельства заставляют лежать у себя дома и по течению плыть на кровати, а не на тех средствах передвижения, которыми добрался к нам сюда. Правда, Малек? Правда. Очень смелый, вам просто респект. Что ты скажешь о женихе? Ну, имя Малик и сам Маленький. Я почему-то думала, что мореходы должны быть такие, коренастые, плечистые. Но, по всей видимости, плохое питание, там всякие штормы. Вот и усохли по дороге-то, в общем-то. Но ничего страшного, ничего. Жена появится, вас, собственно говоря, накормят. Малик, вы жили с родителями до 6 лет. Да, в полной семье. Потом мама умерла, папа женился снова. Да, правильно. Вас мачеха не воспитывала, да? Вы знаете, что у нас, если мать, жена примерно отца, она не моя мама. Вот, у нее тоже есть свои дети, вот. И она любила больше детей. Своих детей? Вот, чем я. А вас кто любил? Кто вам давал материнское тепло, заботу? У нас, где мы жили в Гвинея, в районе, да? А со мной живет один друг. Ее мама меня очень любила, вот. То есть чужая женщина вас взяла и воспитывала. А отец с отцом вы общались? А все равно он был очень занятый человек, он был военный человек. Он вообще время даже не был вообще дома ходить иногда постоянно. Ну, хорошо. А когда вы стали взрослым мальчиком, вы общались с отцом? Да, но редко. Как вы однажды проснулись и решили, что вам нужно из Гвинеи уезжать? У моей мамы вообще не рядом, да? Вот. И отца у него есть другая жена, вот. Я однажды вообще, я решил совсем уезжать от Гвинеи, чтобы искать другое образование, на другую страну. А если вот вдруг произойдет чудо, вы выиграете очень много денег или найдете клад какой-то, на что потратите? Вот много-много-много денег. Вот. Вы вернетесь в Гвинеи, купите большой дом, будете вместе жить с другом и с его мамой, женитесь. Вот что вы сделаете? Это очень интересный вопрос даже. Вот. Я в Гвинеи вообще уже не привыкли вообще жить в Африке, особенно в Африке, да. Я привыкли к другое, к климату совсем, солнце, холодная погода. Поэтому, если у меня будет много денег, да, я хочу купить квартиру здесь, именно Москва. Серьезно. Почему хотите жениться на женщине европейского типа? Почему считаете, что африканские женщины могут вам быть только подругами? Вообще, на самом деле, странно, когда он такой темнокожий и не воспринимает темнокожих девушек, да? Я был в много разных городах, Россия тут, да. Я научил много культурно, особенно вместе с девушками, да. Девушками, да. Вот. Я смотрел, а теперь африканская девушка, как мои сестры. У вас была русская девушка, у вас были с ней отношения, и что случилось? Да, у меня была одна девушка, да. Она меня очень любила, я ее тоже очень-очень любил, вот. Но причиной была его отца. Отца думал, да, что я, эта девушка, у нас вообще нет будущего, вообще Россия. Ну, это сложно, конечно, для родителей, мне кажется, для наших консервативных российских родителей, принять такой выбор девушки. Девушка меня очень любила, отца вообще меня не любили. Да. Вот. Однажды я приехал, там, в гости, у девушки, да, вот. Она думала, что отца уехал на работу, и в 11 часов утра... В 11 часов утра он приехал... Отец вернулся еще домой. А вы пили чай. Ну, понятно, что в 11 утра в гости не приходят. Значит, вы остались у него в доме. И мы там подрелся, он меня побил, а потом позовала там милиция, но милиция мне дала там, как, типа, ступень, я прав. Вот, потому что вот... Да, девушка вас позвала. Госты, да, и него... Сказать вам, почему отцы так реагируют на возлюбленных из Африки? Очень много мужчин, которые приезжают, проводят время с девушками, рождаются дети, а потом они уезжают к себе на родину. И остаются здесь несчастные, брошенные малыши. Вот и все очень часто просто поступают ваши соплеменники безответственно. Понимаете, один человек испортил впечатление, а десятерых думают плохо. Малик, а вы и откуда, то есть город у вас? Я из столицы Акунакры, сам из столицы Агвинеи. А, то есть городской житель? Да, я там родился. У кого папа мореплавович? У меня не папа, а дядя. А, дядя. И сколько у него кораблей? У него там два корабля, и так у него. То есть, значит, богатый. Ну, можно так сказать. Корабли, это, конечно, очень романтично. Да, конечно. Тем более, что я очень мечтаю увидеть океан. Это моя мечта. Симбад был, в общем-то, не бедный. Вот. Как говорится, что у вас есть? Квартира там. Вы, по-моему, на хорошей машине ездите, да? Да. Квартиру снимаете. Да, я снимаю, да. А там есть что-нибудь в Агвинеи? Конечно, дома. Там есть дома, разные дома есть. А как вы их построили? На что, на какие деньги? Там у мамы осталось наследство. Наследство? Да, которое, да, там. А вы же, у вас брат в Лондоне? И сестры Франции. Это родные? Это родные. Мы 5-3 человека, да. Я старше. Понятно. Ну, правильно. Поэтому вы здесь и работаете, чтобы им помогать? Я даже помогал уже. А сколько еще помогать по времени? Год, два? Нет, я уже так и помогли. Это хорошо, что вы живете сплоченно, как кулак. Сегодня вы им помогаете, завтра они вам будут помогать. Братья и сестры должны быть вместе. Обязательно. Я думаю, что раз он так относится к своим братьям и сестрам, он будет очень-очень любить детей. А мне бы хотелось узнать, почему Малик хотел бы именно дочерей, а не сына. Просто у меня не было материнской любви. Вот. Я думаю, что я могу любить мои дожки, да. Как маму. Поэтому я... Это мои желания, да. Вы сентиментальны. А чего ждете от жены? Вот от русской, если на русской женитесь. Вот чего вы ждете? Вы хотите, чтобы... Какая у вас была семья? Умная. Умная жена. Угу. Добрый, добрый, это даже не обязательно, потому что это зависит от мужчины. Вот. То есть доброта женщины, это заслуга мужчины. Зависит от мужчины, да. Если мужчина добрый, жена должна быть обязательно добрая. Это если она хороший человек. Да, если да. А вот посмотрите, у нас такая сказка, и не одна. Ну, например, Золушка. Вот там был добрый мужчина, и все для нее делал. И потакал ей во всем. А вот она была злыдень, мачеха. И злыденью оставалась. Ну, умная злыдня, да страшное сочетание. Ну, Малик сказал слово умный. Если жена будет умной, мне кажется, она сможет оценить и хорошее качество, характера мужа. Я думаю, это все равно зависит. Это как не обязательно, там, черные волосы и голубые глаза при этом. Ну, соглашусь с тобой. Ну, хочется верить. Да. А все-таки что важнее, умная или добрая? Ну, важнее умная. Если женщина умная, она обязательно будет добрая. Ой, как вы заблуждаетесь. Но вам всего 29 лет, и я вам хочу сказать, что это никак не связано. Она может быть 40 раз умной и при этом все-таки не добрая. Ну, с другой стороны, многие говорят, выбирают именно таких стерв, нежели очень добрых. Вам, в первую очередь, нужна женщина добрая, добрая сердцем. Она будет на многое закрывать глаза. Вы согласны со мной, да? Да. Она будет многое вам прощать. Пусть она будет снисходительной. Опять же, будет на многое закрывать глаза. Горе от ума бывает часто. Очень умная женщина начнет требовать от вас много, а вы не сможете ей дать по разным причинам. У нее начнет портиться характер. Поэтому я вам желаю добрую и открытую. А ты, Роза? Я хотела выяснить, у вас маленькое образование есть? Да, есть образование. А что вы закончили? Математика. Какой это университет? Я родина училась, да. Сначала губнее университет, а потом приеду. На самом деле, ты знаешь, что дети гениальные рождаются, если им давать музыку и математику. Вы знаете, я, наверное, дополню портрет вашей будущей жены. Мы же все-таки в России находимся. Жена должна быть смелая. Почему? Потому что нравится вам это или не нравится, но не каждый приветствует белая женщина с мужчиной другой национальности. Но вы ярко выражены, конечно. Вы сильно отличаетесь. Поэтому она должна больше, конечно, так вас любить, чтобы не обращать внимания на всякие упреки, я не знаю, какие-то вот шушуканье за ее спиной и так далее. А что звезды советуют маленькую? Вам нужна блондинка, худенькая и действительно умная. Это действительно тот тип женщины, которая нравится. Так, Женя, живот оцени. Гуденькая, умная. Все остальное тоже втянуть? Вообще вы удивительно точно описываете тот образ, который вам правда нужен. Действительно умная женщина. Те качества, на которых Лариса пыталась акцентировать внимание, в частности на доброте, действительно вторичны для вас. И вы выберете женщину, которая прежде всего умеет логически мыслить. Для вас вот это и есть ум. Вы правильно ждете дочерей, потому что они у вас могут быть. И гороскоп говорит, что действительно вы отец дочек, и ваше общество женщины. Женщины всегда будут, но к вам расположены больше, чем мужчины в этой жизни. Другое дело, что быстро жениться вам не очень просто. Но мне кажется, что мы сегодня для того здесь и нужны, для того, чтобы как-то вас раскрыть. После рекламы невеста покажет нашему жениху все чудеса света. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии «Малик». Идите, встречайтесь с первой невестой. Бутнавн. Я российская немка. Я знаю, что ты очень любишь путешествовать, и хочу бы приветствовать тебя на разных языках. Хей, хеллоу, боншу, кутен таг. Велкам, 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 велкам. Бой, настиас, бой, настиас. Спасибо, проходите. Вот она такая красоточка, мне так она нравится. Здравствуйте. Как я сегодня? Я сегодня пришла со своими друзьями. Это Ольга Александр. Давайте посмотрим на вас. Маргарита, 22 года. По образованию историк. Работает проект-менеджером в немецком молодежном объединении. Поет немецкие песни в молодежной вокальной группе. Мечтает увидеть Тихий океан и действующий вулкан. Гражданский муж Маргариты не поощрял ее высокую социальную активность. Разъехались по разным странам и остались друзьями в интернете. Надеется, что «Малик» оценит ее аутентичность. Аплодисменты. 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 Ну не знаю. Солнце у вас в 24 градусе весов. А символ этого градуса – вихрь, который рассеивает по воздуху множество мелких листочков бумаги. Этот символ вот что обозначает. Человек, который в погоне за главным, старается не замечать деталей. И, к сожалению, проявляет в этом слишком много самоуверенности. А немецкая четкость должна быть? Немецкая четкость. Мелочей не замечать. Но поскольку мы в программе все время к деталям-то как раз и цепляемся, и пытаемся докопаться до сути, может быть, поможем понять Малику, имеет смысл ориентироваться? Или нет? Спасибо. Аплодисменты. 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 Вот прям сразу видно, что немка, кровь не нашенская, чувствуется. А я не чувствую. Ну, а знаешь, что, в принципе, вы мало от Малик-то отличаетесь, тоже он путешественница. Да. Наверное, все любят путешествовать. Родину свою не забывайте. Это вам, наверное, от предков или бабушка передавала? Ну, у меня в семье дедушка немец, он относится еще к переселенцам 18 века, при Екатерине Второй. Но в семье на каком языке говорили? На русском. Вот мне всегда интересно, как вы чувствуете в себе немецкую кровь, например? Ну, на самом деле мой дедушка говорил немножко по-немецки, и кое-какие фразы, естественно, говорят в семье. Вы знаете немецкую кухню, например? Да, конечно, кухню российских немцев, да, и песни российских немцев, и танцы, собственно, все это я знаю. Интересная история российских немцев. А что там с вашим молодым человеком? Чем вы его там заморочили? Мы с ним учились вместе на одном факультете, и потом, когда мы начали жить вместе, как раз параллельно получилось так, что я начала заниматься общественной деятельностью. То есть это постоянные поездки, разъезды, путешествия, да, новое знакомство и так далее. И он, на самом деле, очень долго терпел, все это с пониманием относился к этому, но потом у нас начались конфликты, и мы просто по-обоюдному согласились. Какой националист-то был? Он был русским. Маргарита, смотрите, вам 22 года, вы молодая. Вот от того, как вы начнете жизнь, с кем вы начнете, так у вас потом будет в дальнейшем, ну, и все развиваться. Самое ужасное, лет в 40-50 оказаться у разбитого корыта, а лет с 30 начинать стянать и жалеть о том, что у тебя было. Вы молодые, с трудом в это верите, и правильно делайте, иначе вы вырождались стариками. Но очень важно не совершать каких-то диких, необдуманных поступков. Это не относительно Малика, а вообще. Вот скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы, допустим, понравиться вашему папеньке? Чье мнение, судя по всему, для вас не безразличное. Да, конечно. Ну, мой мужчина прежде всего должен быть думающим. Для папы это очень важно, и он сразу же увидит, именно какие у нас взаимоотношения с молодым человеком. А материальный достаток родителей тоже волнует? Вы имеете в виду моего избранника? Да, давайте уже на примере Малика, что мы будем огородами ходить. Ну, мои родители, на самом деле, очень демократичны в этом вопросе, и отдают на откуп все мне. Скажите, что значит демократичное? Что есть у ваших родителей? Ну, у нас есть дом и квартира. Да. Вы не палец о палец не ударили, чтобы это купить. И вот вы говорите, мои родители демократичны. Вот как вам кажется, придет, допустим, в вашей семье мужчина, у которого ничего нет за душой, и он будет жить у вас? Ну, если, во-первых, Малик имеет неплохое образование, и имеет какие-то дома в Гвинеи, это же уже неплохо. Папа корячился на чужого ребенка, вот как я своим детям сказала. Нет. Вот вы живите здесь, я ключ не буду на холодильник вешать. Но ваши половины устраивайте где-то там, мне чужие дети не нужны. Про кого сейчас ты? Про Малику, что ли? Да, у Малика ничего нет, он может фантазировать, что он Гвинеи... Он квартиру снимает, почему? Достаточно неплохую. В 29 лет уже можно какие-то шаги первые сделать. Нет, ну снимает, это не своя квартира, это неинтересно. В 29 лет уже... Ну, может, ее оплачивать, значит, материально обеспечено. Вам все равно, как родители отнесутся к вашему выбору? Нет, конечно, не все равно. Ну, так говорите. Но я знаю, что мои родители будут счастливы именно от того, что я выберу человека, который действительно мне нравится, с которым мне хорошо, с которым мы чувствуем друг друга. Ну, тогда, слава богу. А если так все сложится, и Малику нужно будет уезжать в Гвинею для того, чтобы заниматься наследством, у него там дома, может быть, какой-то бизнес появится, вы согласны уехать в Африку? Я думаю, что если мы с Маликом очень будем хорошо ладить, и у нас действительно будут хорошие отношения, меня это не пугает. Мне кажется, переехать я бы никогда не согласилась. Чисто на дачу, на выходные. То есть путешествия любите, и даже такие экстремальные. Конечно. Синбат-мореход нравится, читали? Да. А что особенно нравится в этой истории? Ну, мне нравится, что он, в принципе, отправился на поиски своей любви, и он достиг, он нашел свою любовь. О, да, прям в любви. Ага, за деньгами там поехал. Ну, за любовью тоже. Ну, любовью были по ходу, скажем. Да. Общественное мнение для вас важно? Не буду скрывать, да, важно. Вот для вас в социуме потолок, вот чего вы хотите достигнуть? Вот чем вы будете заниматься, или чем хотите, бизнес, или так и будете плясать в немецких центрах? Нет. И песенки распевать? То, чем я сейчас занимаюсь, меня это устраивает, и я хочу заниматься этим дальше. То есть и проектная деятельность, работать на благо своего этноса, для меня это очень важно. Это работа мне по душе, и я отдаю всю себя для этого. По образованию у вас какое? Я историк по образованию. В Германию вы не собираетесь? Нет. Мне нравится туда ездить, путешествовать и смотреть, собственно. Историк, то есть это, что вы заканчивали, педагогическое, нет? Государственный университет. А вот интересно, как вы свои качества историка будете в работе применять? Чем вы будете заниматься? В рамках наших проектов я нередко преподаю историю российских немцев для наших российских немцев. То есть для меня это тоже уже... То есть это образовательные проекты для своих шагов? Да, конечно. У вас какие-то, наверное, есть вопросы? Пообщайтесь, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, какая из стран Европы тебе более интересна и, может быть, импонирует тебе больше всего? Ну, не потому что я здесь в России, да, но я люблю русскую кухню. Серьезно. А что из русской кухни любите больше всего? Я кашу люблю. Правда? Какую? Я кашу... Гречневая? Гречневая. Именно гречневая. Поэтому в такой форме. Ну, я думаю, для вас тогда не составит труда готовить для Малика. Я думаю, что нет. Да, такой не очень привередливый, да, гречневая каша. Хорошо. А вы, кстати, какую религия? Ну, по вере я мусульманин. Мусульманин. Вот. А вы? По вере. Не зря спросила я. Я православная. Ага, православная. Так, а веру менять будете? А это нужно? Музынамитку. А? Разрешите? Это не обязательно. Просто вот мусульманин бывают разные. Слушай, если он мусульманин, то Индия, они одно время враждовали мусульманин, индусы. Ну, в чем тут это? Ну, вера, это душа. Ну, Бог един. Бог един, да. Не важно, кто мусульманин. Ну, и слава Богу. Я родился, да, вера мусульманская. А дети кто будут? Мусульмане или христиане? Дети как они хотят? Так они пока маленькие, не знают, что они хотят. Вот вырастут и выберут. А вы какой? Я думаю, поэтому и хочет девчонок, чтобы не спорить, обрезать мальчика или не обрезать, понимаешь? Поэтому идите и показывайте сюрприз. Я бы хотела пригласить тебя на эту сцену. И хочу показать тебе пару движений, для того, чтобы мы с тобой смогли станцевать танец немецкий. И так, значит, четыре шага вправо. Раз, два, представными. Сейчас, минутку. Раз, два, три. И ножку поднимаем. Хей! Четверто. Окей? Хорошо, окей. Раз, два, три. Хей! То есть очень такое простое, я думаю, что движение. Запомнишь? В процессе танца, я думаю, что ты сможешь. Я помню. Окей? Спасибо. 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 Давай. Прямо как-то, ты знаешь, слушаю, вот немецкий как переворачивается все. Маргарита. Вы с друзьями можете пройти в свою комнату. Спасибо вам. Спасибо. На самом деле, я спросила у него, и он знает немецкий язык. Да. Вы представляете? Так что моя песенка была абсолютно. Понятно. Вам понравилась девушка? Ну, да. Да. Чем? Она красивая, можно так сказать. Ну, что мне понравилось именно у нее? Ее голос. Голос нормальный. Тео. Ну, мне кажется, что он может ее выбирать, короче. Мне кажется, что она такая, ну, клевая, ну, красивая. И даже она так танцевала, нормально, нормально вообще. Он очень хорошо танцевает. Да? Причем, мне кажется, что он очень, ну, он же музыкант. Семейная жизнь не имеет никакого отношения, но если вы будете вместе, то, ну, вам так же придется вот так подпрыгивать. Учить еще язык. Я так вас представила в шортиках, покороче, в белых гольфах, но вы смотрелись в бочек колорий. Маргарита, не чудите, повзрослете, поездите по миру, получите еще одно образование. Рано вам, конечно, потому что вы рассуждаете, как малое дитя. Ну, какое замужество? Пока рано вам. А девушка, вы хорошая. Мне кажется, что для любви невозможно быть зрелым или незрелым. Это приходит или не приходит? Она хорошая девушка и действительно очень юна, еще для того, чтобы серьезную личную жизнь строить. Но я хочу заметить, что ее не вынес даже молодой человек, ее соотечественник, ее увлечение культурой. Я думаю, что на Маликоне останется точно времени и места, и, конечно, они как пара вместе не смогут сложиться. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут мы отправимся в Иберийское царство. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Малик. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Мы идем. Меня зовут Екатерина, я из России. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Я чувствую испанский, буду следующим изучаемым, но и языком. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Какая вы красавица. Спасибо. С кем вы пришли? Моя подруга Ольга и моя кузина Мария. Вы восхитительные. Просто редко видишь, чтобы так был стиль выдержан. Спасибо. От вас это очень приятно слушать. Вот как вы правильно пошли заниматься именно тем, чем занимаетесь. Ну, потом посмотрим еще, как вы танцуете. А сейчас давайте на экран. Екатерина, 27 лет. Инженер-землеустроитель. Увлеклась фламенко и начала ездить на фестивале в Испанию. Выучила культуру и язык этой страны. Мечтает написать авантюрный роман о своем окружении. Екатерина хотела выйти замуж за своего возлюбленного португальца. А он считал, что два года отношений слишком короткий срок для женитьбы. Надеется, что с Маликом они не станут тянуть время. Василиса, вот мне кажется, когда женщина так хорошо себя знает, вот можешь ее представить в другой роли, например, Снегурочки? Могу представить. А я не могу. Вот абсолютно точно. Мне кажется, это уже 50% успеха. Ларис, я думаю, что тут сыграл роль другой фактор. У Екатерины есть две особенности гороскопа. Одна называется «Луна вовне», вторая «Сатурн в весах» в первом доме. Что это такое? Вы, с одной стороны, страстно хотите выразить свою натуру и боитесь внутренне, что не до конца раскроетесь. Раскрываться в обычной, такой повседневной коммуникации, вам не очень просто. И поэтому возникают, например, интересные хобби, которые помогают человеку просто ярче выразить себя по-настоящему, глубоко до конца. И одновременно в случае с Екатериной очень сильно большую роль играет социальный фактор. Вот этот самый «Сатурн в весах». Вы очень ориентируетесь на мнение окружающих. Вам важно, чтобы брак и вообще отношения были социально признаны, чтобы это был официальный брак. Да. Вы очень серьезно, серьезно относитесь. Она очень, на мой взгляд, серьезная такая, вдумчивая девушка. Такие люди очень часто поддаются на оценку окружающих. Например, как ты похожа на испанку или что-то в этом роде. И это тоже может подталкивать человека к увлечению. Но мне кажется, что если даже и подталкивает, в вашем случае только «Браво» можно сказать этому общественному мнению. Тебе нравится невеста? Нравится. Ну, с заморочками всякими иностранными. Ну, здесь ничего страшного. По крайней мере, он на фигур хорошо это все как-то влияет. Умность, приданность. Почему именно испанская культура? Честно говоря, трудно дать какой-то определенный ответ. Так сложилось. Мне нравится. Я чувствую себя в этой культуре более-менее комфортно. Мне нравится музыка, мне нравится язык, мне нравятся танцы, мне очень нравится сама страна, ее колорит. Мне кажется, что люди, которые начинают настолько вживаться в какую-то новую для себя культуру, они в чем-то приобретают даже, может быть, какие-то внешние черты. Поэтому закрутился роман с португальцем только, да? Роман, да, не совсем по направлению моего хобби закрутился, но так сложилось. Я не специально. Только испанский язык, в общем-то. Да. Это была искра, было очень приятное впечатление. И вы с ним довольно долго были вместе? Практически два года, почти два года. И уже когда, казалось бы, должны были определяться, ждали, наверное, предложения от него? Я ждала предложения, да. И, в общем-то, не только ждала, но и говорила об этом. Катюш, ну в Европе принято, там живут и по 10, и по 15 лет. Да, но... И вполне счастливы. Он всегда говорил, что я не терпелива, что я слишком тороплюсь, что я постоянно... Что является абсолютной правдой. Да, я согласна, это моя отрицательная черта. Я не умею ждать, наверное, не умею. Ну хорошо, что бы изменилось в ваших отношениях, если бы вы поженились? Я думаю, что изменилось бы практически всё. То есть вы бы родили ребёнка? Да, это была бы семья полноценная, потому что отношения в том виде, в котором они были, это было бы совершенно развлечение. То есть мы вместе едем куда-то отдыхать. Ну это же здорово. Это здорово. И то не часто, я так понимаю, ездили отдыхать. Не очень часто. Вы же в основном общались по интернету. В основном интернет. И друг к другу летали там раз в два месяца. Да. А вы считали, что когда вы в России, а он в Испании, его темперамент, возраст, здоровье позволяли ему находиться одному, при том, что он так привык к развлечениям? Ну, должно быть доверие. Я считаю, что в любом случае должно быть доверие в паре. Если это твоя судьба, если это настоящая любовь, то даже, может быть, несколько лет вот такой переписки, они не являются непреодолимым препятствием. А потом, мне кажется, кто-то появился через два года. Может, и был кто-то параллельно. Я допускаю мысль, что это было не только через два года, что это действительно было так, как вы говорите. Один человек не мог оставаться. Возможно. Но мне хотелось верить, и я сейчас до сих пор не хочу думать плохое. Скажите, а у вас любовь ведь еще и осталась к нему? Я понимаю, что назад пути нет. И я знаю, что его не изменить. И в течение тех двух лет, что мы встречались, я постоянно слышала о том, что мне надо вот сейчас добиться в карьере того, того и того. Это займет буквально 3-5 лет, и дальше все изменится. Хорошо, смотрите, Малик никогда вам не скажет про то, что ему нужно 3-5 лет, добиться чего-то. И так вот он готов сегодня жениться, завтра к вам переехать, после завтра рожать детей. А, кстати, как жениться? Вы будете юридически оформлять ваши отношения по российским законам? Да. А они действуют там у вас? Да, да. Если рождаются в России, то детей не заберут, если вы туда переедете? Нет, не заберут. Нет, да? Екатерина, вы видите себя в браке с Маликом, если у вас вот искра пробежит, отношения, вам все понравится? Хорошие, добрые. Мне понравилось из того, что я слышала о Малике по профайлу. Мне понравилось, что у него прекрасное образование, он математик, он помогает семье. В принципе, у него, по крайней мере, пока хороший характер. Ну, как он может, мне не нравится. У нас с ним много общего, можно сказать. Послушайте, любая женщина считывает просто буквально за минуту, этот мужчина может стать отцом ее детей или нет. Все остальное уже идет от ума и, как правило, не имеет отношения к решению выйти замуж за этого человека или нет. Вот как вы. И прямо она тебе скажет. Я боюсь, что я не считала. Скажите, если все сложится, вот вы увидите его красивый внутренний мир, его порядочность и честность. У вас, вы же москвичка, у вас квартира есть. Я москвичка. Вопрос может быть единственным. Не попадет ли шлия под хвост Малику, не устанет ли он от лютых морозов, от нестабильности в России и не уедет ли он обратно к себе на родину. Или почему не на родину, не знаю, в Европу мир открыт. Родители вот чего боятся. Родители боятся. А родители боятся, что я могу ехать тоже за ним, тем более внуки. Увезет себе европейку туда. Вы что-то приготовили для Маликой Зо. Да, я подготовила испанский танец «Тангус». Это веселый танец, который испанцы танцуют на праздниках, которых у них очень много. Спасибо. Давайте посмотрим. Ну, в испанских танцах есть особая магия, на мой взгляд. Такая таинственность и... Жаркость, страстность. Да, страстность. Ну, мне вообще кажется, что испанские женщины, они такие очень... Как бы мы сказали это по-немецки. Браво! Браво! Спасибо, Катерина! Восхитительно! Спасибо. Спасибо, девочки. Проходите с подругой в комнату. Катя, молодец. Спасибо. Не упала, не упала. Там такой скользкий пол. Вам понравилось, Катя? Ну, да. Ну, по-моему, она не темпераментная. Девушка похожа на сестру мою маму. Мама, у меня похожа на сестру мамы. Она очень красивая. Правда? Да, очень. Но почти одноковый. Боже мой! У меня нет гвинистских корней, честное слово. Вот видите, как знак. Да. Надо подумать. Роза? Ну, если вот так вот интуитивно сказать про Катюшу, вот что я как женщина чувствую, не приглянулись вы, Малик. Понимаете? Мне так кажется. Вот за это я и переживаю. А так невеста хорошая. А я думаю, что у нее не прошла любовь к этому португальцу. Правда? Может быть. Как-то суховато было, суховато. Ну, это стиль еще такой, испанки. Это не только стиль, это еще и женщина, которая родилась под созвездием Девы. Они все чуть-чуть суховаты. Она меня танцем своим поразила. Знаешь, несмотря на суховатость, какая-то в ней уже зрелая такая чувственность, ей точно надо срочно замуж. Вот это есть уже. Она уже прямо точно не девушка, а женщина-женщина. Перепродить скоро. Да, надо. Надо замуж. Скоро мы узнаем, какая невеста заставила сердце нашего жениха танцевать. Не переключайтесь. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам Малик встретиться с третьей невестой. Проходите. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я русская девушка, но всегда мечтала отправиться в Индию. Если ты поедешь со мной, ты навсегда останешься в моем сердце. Спасибо. Спасибо. Проходите. Спасибо. Ну, по-моему, девочки еще моложе. С кем вы? Очень красиво. Я со своими подружками. Евгения. Виктория. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Давайте. Евгения, 21 год. Администратор в крупной шведской компании. Актриса театра и детский аниматор. Занимается мехенди, йогой и индийскими танцами. Смотрит болливудские фильмы. Мечтает побывать в стране слонов. Возлюбленный Евгения был слишком недлительным и задумчивым. Не выдержал ее темперамента и через полгода сменил номер телефона. Надеется, что с Маликом ее энергетика совпадет. Сказки любите? С детства. До сих пор живу как в сказке. И болливудские фильмы, естественно. Да. Индийские фильмы всегда были. А какие индийские фильмы вам больше всего нравятся? Сейчас название так сразу не вспомню. Рамы Шам. Зима Гитая. Это дореволюционное. Это как тебе сказать, что с броненосец, с Потемкин. Это твоего детства, Рост. Ну да. Конечно. Это все... Танцор диско. Джимми, Джимми. Да, да. Танцор диско, да. Помню вот это с гитарой, что у него сломалось. И вот как это все жестами. Как они пели мне. Чудо просто. Евгения, а Синбад Марифон читали? Не смущайте меня. В детстве, да. Как Айшвара Ирай, да, актриса? Она похожа. Да, очень похожа. А в какой бы сказке хотели оказаться? Синбад, он же путешественник. Я бы хотела путешествовать по миру. Это точно. А в какой сказке? Ну тогда в какую страну? В какую страну? В Индию, конечно. А вот Индии, поди знай, когда будет. А есть возможность, допустим, в Гвинею съездить? В Гвинею. А есть возможность съездить в Париж, в Лондон. А как родители к вашим увлечениям этим относятся? Ну, родители в разводе, поэтому в основном я общаюсь с мамой. И она сама увлекается очень много чем. А что, Женечка не только готовит все, что вообще, вот что скажет, то и приготовит. Вы не вегетарианка? Шить умеет. Нет, ну подумаю над этим. Ну вы еще и йогой занимаетесь. Йогой это я начинаю сейчас заниматься, потому что за здоровьем своим надо следить. Это и пищеварение правильное, йога, и позвоночник выпрямляется. Это очень полезно. Мне кажется, что для того, чтобы индийскую культуру прочувствовать полностью, нужно, наверное, и какими-то духовными практиками заниматься. Похоже, что не знаете сказку про Симбада-марехода. Он как раз в четвертой песне женился на индуске. Так что у вас все шансы есть. А вы считаете, что 21 год уже пора? У меня мама в 20 лет родила, поэтому для меня это нормально. А как она отнесется к тому, что вот придет такой взрослый 29-летний Малик к вам в дом? Даже не знаю. Вообще она ко всему привыкла уже к моим увлечениям, поэтому и к мужчине такому необычному. Мама и актриса. Она ведь тоже индий увлекается? Нет, она индий не увлекается. А, ну принимает ваши. Ну, ей, да, ей нравится, чем я занимаюсь. Ну, кстати, в Индии, вот Малик, кстати, за индус очень хорошо сойдет. Там тоже вот темненький, там, да, о чем? Да, на самом деле. И на индусы похожи. Научитесь это, а, да, час, час, час. Научим обязательно, научим. Диме, Диме, как раз вот за свои. А чем вы так достали своего молодого человека, что он сбежал от вас и даже номер телефона сменил? Ну, почему достала? Вот не своими ли увлечениями? Я, нет, я зря сказала, наверное, то, что... Он не готов был, он моего возраста, ему тоже 21, он не готов был к семье, не готов к детям. А вы? Я зря завела эту тему, на самом деле. И просто было надо не касаться, не говорить, мне кажется, ему об этом. Мы бы еще долго так встречались. Да, испугали его. Молодец, что об этом сказала. Ну, что это за мужчина, которого испугала эта тема? А вообще о будущем часто задумываетесь? Конечно, задумываюсь. Любая девушка задумывается. А чего боитесь в будущем больше всего? Боюсь. Ну, вот как мама, например. Неблагополучие, несостоятельность, не иметь детей. Нет, а вот как мама, ранний брак, ранний ребенок, развод. Развод, нет. Одну и воспитываешь. Нет, такого не случится. Мне кажется, со мной такое не может случиться. Я все-таки от мамы отличаюсь, мы разные личности. И судьба у нас по-разному будет идти. Вы что-то ведь приготовили, да, для Малико? Нет. Я все-таки приготовила танец, если можно, поближе тебя. Конечно. Чтобы рассмотреть этот праздник. Пощупать. Да, и моя подруга будет мне помогать в этом танце. Спасибо, умница, красавица. Забирайте своих подружек и проходите в свою комнату. Я просто пучка. Так, можно я пройду, пожалуйста. Давай, вы понимаете, мои эмоции? Хорошо, пожалуйста. Слушайте, сейчас мне надо сессию спокоиться. Что он скажет про меня? Да, давайте послушайте. Что такое? Ускула Тео, что вы скажете? Она вообще, у нее такие губы вообще, или этот, ну, улыбка вообще супер, вообще обожаю, короче. Губы? Супер, вообще обожаю. Все друзьям понравилось. А вы что скажете? Ну, по-моему, если бы я выбрал, я бы выбрал ее. Да, потому что она так магнитная выглядит, просто супер. Несмотря на то, что Евгения еще очень юна, ей 21 год, мне кажется, не было бы страшно, если бы вы пришли к ним в дом. Конечно же, вы были же, жили и с мамой, и с Женей, и мама бы подсказывала дочке. Я думаю, что вам было бы комфортно. Спасибо. Как-то вижу я ее рядом. Я ей понравилась тоже. Женя, поймешь ты сейчас? В двери. А, кстати, Женя похожа на болливудскую актрису Ашвария Рай. Да? Да. Ну, я уже вначале сказала, что Симбад Марихот все-таки женился на индийской жизни. Поэтому это, может быть, как-то очень символично. Может быть. Очень символично. Женя, конечно, очень хороша. Она и умная, и открытая. Я бы сказала, что она даже не по годам умна. Она идет к семейным ценностям. Для нее это очень важно. Но идти она будет очень извилистым путем. И еще очень долго. И мне кажется, что чем меньше она на этом пути соберет шишек, чем больше будет положительного опыта, тем будет хорошо. Мне почему-то кажется, что общение ее с вами не будет очень простым. И, наверное, мне не хочется, чтобы вы становились еще одним препятствием на ее пути. Кого советуете? Если бы я, я советую взять вторую. Екатерина? Да. Если он зайдет в нашу комнату, я поддерживаю его как друга. Не больше. А вы? А я? Ну, опять же. Третья, короче. Ну, как тебе, Малик? Мне он очень понравился. Если он ко мне зайдет, выберет, я бы вышла. Ну, как в сказке. Он же на индийской принцессе, Симбад, женился. Я согласна с вашим другом брать самую взрослую. Екатерину. Все-таки 27 лет, и она уже может отвечать за себя. Я так думаю. Ну, не стала бы я ни Маргариту, ни Евгению пока трогать, вовлекать во взрослые отношения. Рита, как ты думаешь, тебя выберет, Малик, или все-таки есть шансы у других претенденток? Я думаю, что шансы есть, как у меня, так и у других претенденток. Ну, пусть еще погуляют, потанцуют, попридумывают что-то. А Екатерина уже может распоряжаться своей жизнью, своей судьбой. 27 лет. Она 10 раз подумает по этому, Екатерина, Розе. А мне не хочется нарушать традиции. Это удивительные сказки, поэтому я вам желаю Евгению. И к Евгению еще хочу пожелать любви и ласки. Желаю в жизни доброй сказки. Пусть Новый год вам принесет удач и много лет вперед. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом. А звезды советуют Малику кого? Нет здесь той самой девушки, которую я могла бы вам посоветовать по звездам. Гороскопически нет ни одной. Поэтому никого. Малик, я вам желаю удачи. И какой бы девушке вы ни пошли бы, пусть это будет в Новом году для вас огромное счастье. Огромное приобретение. Мы вас поддержим. Спасибо. Ну, я думаю, вы уже знаете, к кому идти. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4 четверки. Олеся, 30 лет, номер 1788. Парикмахер. Ищет активного, позитивного и богатого мужчину, который всегда добивается своих целей. Евгений, 33 года, номер 1813. Частный водитель, член любительской футбольной лиги, ищет учительницу или танцовщицу Гоу-Гоу. Мы не знаем, выйдет Малик один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Семенадцать. Я удивлена. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я заберу вас на мой каран. Я с удовольствием буду твоей спутницей. Спасибо. У нас есть пара Малик и Маргарита. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Ну я вот ради любви совершаю такие позвики сумасшедшие. Могу и в вагоне, в воду, и на плацкарте, на боковушке. Я бы просто-напросто как сыр в масле катался, если бы на ней женился. АПЛОДИСМЕНТЫ Его родители считают, что я женить его на себе хочу. Вообще это у нас полстраны знает, только никто не думал, что это называется агротуризм до сих пор. На самом деле красивое название, так сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.